Владимир Путин рассказал, кто станет властелином мира. По словам президента, это та страна, у которой будет монополия в искусственном интеллекте. Он заявил, что Россия должна стать лидером в IT-сфере за пять лет. Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, он станет властелином мира, заявил президент Путин на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Впрочем, задача для России была сформулирована скромнее. За пять лет мы должны выйти на лидирующие позиции в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность. Борьба за технологическое лидерство, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, и вы все это прекрасно знаете, уважаемые коллеги, уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте. Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, впоследствии нам всем понятны, тот станет властелином мира. Не случайно многие развитые страны уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий. И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта. Совещание проходило на базе основанной Сбербанком школы программирования школы 21. Там же глава Сбербанка Герман Греф презентовал Владимиру Путину проект стратегии развития искусственного интеллекта в России. Одним из ключевых направлений стратегии, по словам Грефа, является создание эффективной нормативной базы для работы систем на основе искусственного интеллекта. Глава Сбера также попросил президента разрешить сделать Москву экспериментальной площадкой. Мы имеем уже опыт в мире, имеем опыт принятия так называемой директивы GDPR в Европе. В Европейском Союзе, который фактически остановил развитие искусственного интеллекта, имеет признаки перерегулирования этой сферы. Сегодня все компании стараются унести свои исследовательские центры из Европы, потому что штрафы привязаны к оборотам компании. Здесь важно пройти между двумя окраинностями, не оставить эту сферу неурегулированной. С другой стороны, все-таки создать возможности для того, чтобы она сохранила динамику своего развития. И здесь очень важны такие экспериментальные площадки. И мы бы просили вас, может быть, посмотреть, подумать над специальным статусом для субъекта федерации, для Москвы. Чтобы в Москве можно было экспериментировать в области применения систем искусственного интеллекта, отрабатывать технологии, что, собственно, сейчас по факту и происходит. И Сергей Семенович готов все решения, которые нарабатываются в Москве, передавать в субъекты федерации бесплатно. Один из аргументов – в Москве уже собираются и обрабатываются огромные объемы данных. Сергей Собянин тут же это подтвердил и добавил, что в ближайшее время столица вместе с МВД объявит конкурс на создание системы видеораспознавания, которая охватит более 200 тысяч видеокамер в Москве.